что красивый вид и фотосессия уже самого утра у людей здравствуйте сегодня у нас 4 мая 2024 года харьков я продолжалась видеодневник ночью нас была просто ужаснейшая я уснула проснулась от взрыва нет проснулась я сначала роман забегает и дрон над домом летит я говорю я слышу а я реально слышал ауты знаете пролетающие кстати ужаснейшее чувство когда пролетает над тобой дрон ты просто слышишь этот звук на верхних этажах ты просто вдавливаешься вот так вот в постель и начинаешь молиться это страшно в общем он пролетел грамм пролетел я выдохнула ну так он же как бабахнул рядом с нами где-то всех машин во дворе закричали дико сигнализации вот такая вот была волна окна слава богу целые все это не было прям рядом с нашим домом но где-то неподалеку потому что вскоре как он пролетел наш дом он бабахнулся взорвался я не знаю куда прилетела а потом летала 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 так всю ночь летали эти какая красота умиротворяющая так вот живешь в постоянном страхе живем постоянном страхе страха в нас самом деле много от каких-то я избавилась у меня раньше были совершенно другие страхи больше мне не страшно но теперь конечно же есть страх за детей за в общем я не буду вам рассказывать я думаю у всех сейчас кто находится я не знаю как других городах но то что у харьковчан сто процентов такие же страхи их как минимум три-четыре говорить о них не имеет смысла просто смотришь смотрите как красиво какой хочется сказать жить как говорится хорошо и как потом это по моему фильме маргунов потом скажет а хорошо жить еще лучше да лишь бы без войны можно просто обычно жить но в мире так мы добрались до рынка старых речей рынок старых вещей привет привет олег мы кстати сейчас спасибо спасибо мы кстати сейчас проходили мимо продуктов я я не стала снимать продукты ну я веду ряды значит людям люди вы заезжали выезжали оттуда потому что на парковке негде вообще плюнуть негде стать все же приехали за продуктами и вчера мне опять писали то что город пустой никого нет в городе но сейчас люди не могли припарковаться заезжали выезжали потому что вообще переполненная была парковка невозможно нигде припарковать было машину но кто знает где парковка находится у нас на продуктах вообще-то на территории рынка негде было стать абсолютно все забито люди подготавливаются покупают продукты пасхи пасхи лягушки я слышу лягушек они постоянно такая молода редкость нет просто там где косили траву лягушки не квакают моя любовь привет 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 ой да ладно да ладно я тебе как действующий мужчина скажи расцветает нет серьезно я тебе как действующий мужчина я верю за хорошим мужем я просто я с тобой полностью согласен спасибо спасибо за комплимент Я хотел твою жену пригласить, чтоб она отсняла, меня рвали в прошлый раз, я тебе говорю, ролик, ну охуенный получил. Надо было. И он раскладывается, они тут говорят, да иди, я говорю, что я дебил какой-то, радиодетали рвали, я тебя вспомнил, я на твой бойлер, сняла бы классно этот ролик получил. Ну будет, конечно, сменит рекламу. Что, подходи, я там интервью дам, расскажу, что за барраколку у тебя там. Рассказывай. Да, рассказывай. Вот смотрите, продаем. Коллекционер решил продавать, вообще-то он коллекционировал всю жизнь. Я коллекционировал, я на фигурках сидел, еще на той стороне собирал фигурки, картины, ну живописи, я ее не продаю, там дочке подарят. Я понимаю, но я имею ввиду, что не просто так, что пришел на барраколку. Люди, коллекционируйте, балдеете от хобби, развлекайтесь, общайтесь с людьми. Вот, в этом есть прикол свой, не просто так я говорю в YouTube, чтобы люди балдели, кайфовали от этого. Поддерживаю. Правильно, приеду еще. Поддерживать, переведи потихоньку, помаши в этом. Привет, привет. Удачи вам всем, приходите на барраколку, на Харьковскую, поддерживайте движение наше. Эта барраколка еще с дореволюционных времен здесь находится, на той стороне она была исторически. Вон старый крытый рынок, царская еще постройка, вот. Продолжаем движение, поддерживаем. Я чисто не перекупщик, чисто пообщаться с людьми прихожу, всякий хлам с дома снес, продавец, амбалдею от фигурок. Удачи всем. Я говорю, здесь люди по интересам, и это здорово. Вот какой у тебя чебурашка. Чебурашка, возьми себе. Не-не, спасибо, спасибо, спасибо. Хорошего дня. Ага, боюсь, вы уже из простыны. Впервые, впервые, впервые. Дай Бог, последний раз, чтобы больше не простую. Как по этому лету? Супер. Первая машина. Ну ладно, ты их любишь. Голова. Кабана. Жалко, конечно, его. Жалко бедного кабаника. Куколки. Никакое кваканье лягушек. Для меня, вот я слышу кваканье лягушек, я вам не могу это передать. Такое убаюкивающее, успокаивающее, релаксирующее. Ой, а это что такое? Что-то мне это напоминает. Что же это такое? Непонятненько. Кто-то сам делал или что это? Может быть это какая-то выпускная работа? Интересно. Очень не напоминает работы Малевича чем-то. что-то. Надо посмотреть обязательно. Хм. Никакова 1988 год. Ну да, это кто-то делал. Студенческая чья-то работа. А по чем напольная ваза? Какая? А у нас с кляпанами густая. Вот эта? 400 гривен. А сколько это чайник? 500 гривен журная чашка. 500 гривен. Авторский. Красота. Такие вот экземпляры встречаются. Кстати, это и недорого, я вам скажу. Ага. Можно приобрести бронежилет. Бронежилет не желаешь себе приобрести? Что? Нет. О, господи! Твою мать, Таня! А пока что живет? Так не нравится, так плохо. Так и нравится. Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Холодно сегодня Уже звонят знакомые и говорят Видели тебя, ютубик, классный Хорошего дня Спасибо Так, что же, что же Мы сегодня еще увидим Здравствуйте Добрый день Да ничего, успеете Какой Кадрошечка Два ключика Это серебро Ленинград Кулоны большие есть Субтитры Добрый день Кадрошечка Кадрошечка Литография, да, литография, по-моему, а это уже живопись. 2000 год, Исаев, нет, 2009. Налетай, не скупись, покупай живопись. Помните, кто это говорил и в каком фильме? Да, ну как же он прекрасен, этот фламинго. Такой релакс, лягушки поют. Тут такая красотень. Видите, есть малахитовое стекло, много малахитового стекла. Кто любит малахитовое стекло, есть такие шкатулочки, вазочка. Эта чашечка просто прекрасна. Фарфоровый народец стоит. Хорошего дня вам. Спасибо. Так, как говорила, скульптор Дулевского фарфорового завода, Аста Давыдовна Бржезицкая. Она называла все свои работы, ну вообще, скульптуру фарфоровую. Фарфоровый народец. Ой, мыло, мыло. Советское мыло. Ну, тут не только советское. Есть и советское хозяйственное, да и не только хозяйственное. Анастасия, анастасия. сколько всего интересного альбомчик что же там в альбомчике с днем ангела поздравляю 1907 год и в жизни счастья я хочу быть веселой умоляю и не забыть меня прошу дарю на добрую память екатерины ивановне гуровой а дмитрия правицкого надменный такой надменный такой не здорово серафим саровский коллекция зажигалок зажигалки зипа любят покупают коллекционируют сколько всего красивого здравствуйте здравствуйте так ладно все друзья всем хорошего дня хорошего настроения мирного неба крепкого здоровья и помните самое главное что все войны заканчиваются миром здравствуйте я смотрю девушка такая красивая и с поломанной ногой бабахнула сейчас что-то прилет в прямом эфире она там с каким-то клеймом да я проверял а да есть хорошо ты спросила руберон какой-то 2 и 5 а альберон альберон 2 с половиной на килограмм не знаю но это такие там где 76 это скорее всего 76 экземпляра может быть но я так думаю какая-то номерная это ж не у такая вот сейчас